В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Кто мусорит, люди или квадратные метры? Вопрос утилизации ТКО обсудили на заседании думских комитетов. Герой моей семьи, герой атомного проекта, саровчан приглашают принять участие в акции под эгидой госкорпорации. Коллекция дело серьезное, в музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда размещаются данные объекты, у нас должно быть свободное движение пешеходов, потому что иногда предприниматели обращаются, чтобы мы включали дополнительные точки в схемы, но мы не можем с ними согласиться, поскольку они стоят непосредственно на пешеходных дорожках. Следующее – это должен быть удобный подъезд автотранспорта, и причем автотранспорт не должен заезжать у нас на газоны, на тротуары, как у нас это имеет место быть, и жители у нас жалуются. Также будут внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. В частности, добавятся несколько точек по продаже молока и увеличатся площади под размещение надувных детских батутов. Еще одной темой в повестке комитета стала мусорная реформа. Депутаты обсудили новый тариф и принципы его формирования. Кто мусорит – люди или квадратные метры? Этот вопрос вот уже несколько месяцев будоражит жителей тех регионов, где новый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами рассчитывается, исходя из площади жилья. Нижегородская область в их числе. Тариф для индивидуальных жилых домов вычисляется по количеству прописанных, а вот для многоквартирных – как раз квадратного метра. Такая арифметика многим непонятна. – Конечно, надо платить с человека, так честнее. – А почему? – Ну, потому что, может быть, бабушка осталась квартирой трехкомнатной, 72 квадрата, и что она будет платить за 72 квадрата, а если три человека будет там жить, совсем другая стоимость. – Сколько человек живет, столько и производит мусора отходов, а с квадратного метра нет. – Мусорят люди, а не метры. Считать такую позицию однозначной, по мнению ДГХ, нельзя. Как рассказал Сергей Лобанов, в Нижегородском Минэкологии вопрос обсуждали долго и пришли к выводу – правильнее за мусор платить все-таки с метра. – Метры тоже производят, так как по новым требованиям твердые коммунальные отходы включают и так называемый крупногабаритный мусор, который раньше был, и отдельной строкой шел. И понятно, что и отходы от ремонта, и, естественно, затраты, связанные с ремонтом. Одно дело – ремонтировать маленькую квартиру, да, это одно количество мусора, другое дело – ремонтировать большое количество. Здесь уже квадратные метры играют роль. К тому же, как оказалось, за вывоз мусора мы традиционно платили с метра. Просто тариф был частью статьи «Содержание и ремонт жилья», поэтому особого внимания не привлекал. Острый вопрос о том, кто же все-таки производит мусор, стал лишь когда обращения с твердыми коммунальными отходами вынесли в отдельную строку. У нас все годы именно за вывоз мусора, это было в содержании ремонт жилья, да, стояло, именно было от квадратных метров. И для того, чтобы все оставили, как было раньше. Впрочем, далеко не все осталось, как раньше. Платить за вывоз мусора с нового года мы стали почти в два с половиной раза больше. Тариф складывается из затрат регионального оператора на сбор мусора, доставку его до полигона и тарифа самого полигона. Эту общую сумму, объявленную оператором, просто поделили на метры в конкретном регионе. Если пересчитать цифру на людей, кто-то, безусловно, останется в плюсе. А вот кому-то платить придется ощутимо больше, потому что общая стоимость работы регоператора не изменится. Вы справедливости здесь не найдете. Завтра придет многодетная семья и скажет, мы платили 200 рублей, а сейчас мы будем полторы тысячи платить. И вот тут скрывается главный вопрос. Может быть логично платить не с метра и не с человека, а за фактически вывезенный мусор. Именно эту тему подняли в обсуждении депутаты. Когда тариф прозрачен, то и лишних споров не будет. В Госдуме уже разрабатывается вопрос о снижении тарифов при условии раздельного сбора мусора. И предлагается больше уделять такому варианту, когда по фактически вывезенному мусору должны рассчитываться тарифы. На сегодняшний день данных о том, какой объем мусора вывозит и утилизирует регоператор, ни у кого нет. Отсюда и все вопросы по поводу размера тарифа на обращение с ТКО. Саровские депутаты решили пригласить представителя оператора на одно из заседаний комитетов. У меня есть ощущение, что сегодня большая фикция весь этот тариф, что реального количества мусора, того, который прописан по нормативу, его нет и не вывозится. Как воды. По сути, это, знаете, как говорил товарищ Астап Бендер, я знаю 400 способов сравнительно честного отъема денег у населения. Вот это один из тех 400 способов. Также народные избранники решили обратиться в Нижегородский совет муниципальных образований, чтобы понять, как изменится тариф в регионе, если пересчитать его с квадратных метров на людей. Получив конкретные цифры, депутаты вновь вернутся к обсуждению вопросов обращения с ТКО. На инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации ЖКХ. На инвестфоруме и при подписании этого соглашения присутствовал и глава администрации Сарова Алексей Голубев. Госкорпорация «Росатом» намерена участвовать в модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Сарове на условиях концессии. Также планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По планам, что предполагается делаться у нас в водоканале, с одной стороны, нам нужно привести к надлежащему состоянию наши очистные сооружения, чтобы уровень очистки от бросных вод был надлежащий, соответствующий сегодняшнему трене требованиям природоохранным, чтобы мы поработали в том числе и с водоснабжением, и справились с теми замутнениями, которые у нас периодически бывают при остановке водоснабжения. Модернизацию сетей и других объектов инфраструктуры планируется осуществить с использованием современных материалов и технологий. Это уменьшит число аварий на сетях, улучшит качество воды в кранах и обеспечит в городе надежное водоснабжение на многие годы вперед. Соглашение также предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта «Цифровой водоканал», что позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением. Внедрение современных цифровых технологий и устройств в системы водоснабжения и водоотведения – это, конечно, правильное абсолютно направление и работ. То есть нужно вводить умные счетчики, которые позволят определять количество отпускаемой воды, употребляемой воды, потери более четко. Отраслевым интегратором решений госкорпорации «Росатом» по направлению «Чистая вода», «Умный город» и «Концессия» выступает компания «АТЭК». Как пояснили в «АТЭК» по телефону, у компании в приоритете модернизация инфраструктуры атомных городов для повышения в них качества жизни. Реконструкция инженерных систем городского хозяйства планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства с заключением концессионных соглашений на объекты водоснабжения и водоотведения, а также с привлечением финансирования из государственных и региональных программ. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 23 февраля музыканты и солисты коллектива джазбэн «Дяди Вовы» приглашают саровчан провести праздничный субботний вечер в ресторане «Прайм». Зрители концерта смогут окунуться в мир джазовой музыки в живом исполнении, начало 6 вечера, бронирование столиков по телефону 67 505. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В четверг, 21 января, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о социальных гарантиях безработным, а также ответят на вопросы, касающиеся пособий по безработице. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 6 95 64. Саровчан приглашают на очередное занятие школы ответственного собственника. В свете последних событий встречу решили посвятить вопросам безопасного использования газа в быту. Горожанам расскажут о требованиях по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Кроме того, участники встречи попытаются найти оптимальную форму диалога между жителями и газоснабжающей организацией, которая позволит избежать в Сарове газовых утечек. Занятие школы ответственного собственника пройдет 28 февраля в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Продолжается прием заявок на открытое первенство города по русскому жиму. Соревнования пройдут в четырех весовых категориях у мужчин и в двух у женщин. Заявки на участие будут принимать до 1 марта по телефону 70803. Библиотека Маяковского приглашает Саровчан принять участие в акции «Герой моей семьи, герой атомного проекта». Она проводится для всех желающих рассказать о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне и в становлении атомной отрасли страны. Акция проводится во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом». Подробности далее. Они самоотверженно воевали на поле боя, а затем восстанавливали страну из руин и ковали ядерный щит. Межрегиональный проект госкорпорации «Росатом» приглашает всех желающих принять участие в акции, приуроченной ко Дню Победы. Для этого нужно рассказать о своем родственнике, который прошел Великую Отечественную войну. Либо рассказать о его работе, кратко, уже в атомной отрасли, на предприятии. Может быть, он работал не в Сарове, а на других предприятиях отрасли. Это тоже очень интересно, это тоже память, которая важна и для каждой семьи, и для города. Подробнее познакомиться с правилами проведения акции можно на сайте biblioem.ru или набрав в поисковике название библиотеки имени Маяковского. Затем в меню слева найти раздел «Конкурсы» и пройти по ссылке на страницу проекта. Работы принимаются до 15 марта. После того, как мы примем работы, с 1 апреля по 30 мая будет организована выставка из этих работ. И все горожане смогут посетить библиотеку и найти своих родственников на выставке. Главная цель акции – сохранить память о Великой Отечественной войне, ее героях и их подвигах. Повысить интерес к изучению истории страны, своей семьи и больше узнать о людях, которые внесли вклад в становление атомной науки, промышленности и развитие атомных городов. Пока одни жалуются на плохое состояние подъездов и ругают управляющие компании, другие берут инициативу в свои руки и делают жизнь в многоквартирном доме комфортной и благоустроенной. Собственники квартир по улице Герцена, 15 подошли к вопросу о содержании общедомового имущества творческий и превратили свои подъезды в настоящую галерею. Заходя в любой подъезд дома номер 15 по улице Герцена, попадаешь в настоящую картинную галерею. Над созданием этих пейзажей и образов трудилось сразу несколько профессиональных художников. Идея преобразить скучные стены подъезда появилась у Ирины Михайловой давно. Своими творческими задумками она поделилась на собрании собственников жилья и получила поддержку. У меня, как сказать, с детства было такое представление, что люди должны жить в красоте. И они должны ощущать эту красоту на каждом шагу. Перед началом работы в подъездах привели косметический ремонт и подготовили стены для работы. А для того, чтобы картины прослужили как можно дольше, их покрыли лаком. Вот это и красота. Вот это и привлекательно. Вот это и дисциплинирует приходящих. Там не осмелишься что-то вот так, да, и курить не будешь там. Елена Щербина со своей семьей заехала в просторную квартиру в новостройке по адресу Герцена 15, практически 15 лет назад. С этим подъездом у Елены и ее семьи связаны самые теплые воспоминания. Они сохранились с тех времен, когда дочка Елены была совсем маленькой и только училась познавать мир. Например, когда наша дочка была маленькой и училась только ходить, мы, заходя в подъезд, встречали котенка, а потом шли попугаем, а потом поднимались по лесенке и искали щеночка. Так мы учились ходить. Рисунками украшены первый и второй этажи в каждом подъезде дома. В скором будущем жильцы планируют украсить оставшиеся лестничные пролеты картинами. Коллекция «Дело серьезное». В Музее народной игрушки открылась выставка семейных и частных коллекций саровчан. На выставке представлены тематические экспозиции детских игрушек 70-х, 80-х годов прошлого столетия, а также сувениры и предметы декоративно-прикладного творчества. Более 80 кошек, столько же слонов, порядка 20 грузовиков и несколько десятков кукол. Все они удобно разместились на музейных стеллажах. Создателями новой выставки стали жители города. «Идея родилась достаточно давно, потому что многие посетители, которые приходили, сообщали о том, что у них есть какие-то игрушки, какие-то игрушки они собирают, кто-то им откуда-то интересные экспонаты привез. Вот можно было бы показать». Одними из старейших экспонатов на этой выставке стали металлические машины, самосвалы, камазы, танки и легковушки с педальным управлением. Сама коллекция еще совсем молодая. Автор только начинает ее собирать. «Послужил толчком рождения сына. Захотелось показать автору этой коллекции, какие же машинки у него были. Потому что то, что есть сейчас, не отвечает требованиям». Познакомиться с экспонатами коллекции можно в часы работы музея. Выставка будет работать до начала апреля. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова